Странные дела происходят, друзья. Это система жидкостного охлаждения от BeQuiet на 120 мм. И кто помнит, у меня недавно был обзор как раз водянки от BeQuiet на 280 мм. И я ее назвал самой лучшей водянкой, которую сейчас можно купить. И в принципе это до сих пор правда. Но вот эта водянка меня немножко и расстроила, и одновременно поразила. Здесь вещи некоторые ухудшили, а некоторые сделали даже еще лучше. И я не понимаю, как система жидкостного охлаждения, которая самая дешевая в линейке, может быть лучше самой дорогой. Но это так. Меня зовут Просто Руди, вы смотрите обзор на канале FUA. Идем дальше. Для начала давайте вспомним, в чем соль этой водянки. Особенно это будет полезно тем, кто не видел обзор 280 мм водянки от BeQuiet. А соль в том, что это одна из самых тихих систем жидкостного охлаждения, которые сейчас можно купить. И достигается это по двум причинам. Во-первых, реверсивная помпа, о которой расскажу немножко попозже. И фирменные вентиляторы BeQuiet, которые, по моему мнению, сейчас самые тихие из того, что можно вообще купить. Так вот про реверсивную помпу. В чем ее соль? Это помпа, которая была разработана специально для этой водянки BeQuiet. Вода подается к контактной площадке для охлаждения со всех сторон, но забирается четко посередине. Благодаря этому каким-то образом получается достичь меньшее количество столкновений воды друг с другом. И она меньше шумит и меньше булькает. И вот в этом как раз сама соль водянки. В ее помпе, такой помпы нет больше ни у одной водянки. Однако это только основная фишка. Тишина. Есть вещи, которые мне дополнительно понравились. И это был жирный большой суммарный плюс в сторону этой водянки. Это трубы. Во-первых, они в металлической оплетке. Видите, проволока вокруг, для того, чтобы трубы не сгибались сильнее, чем им позволено. Во-вторых, эти трубы можно поменять. Видите, здесь стандартные фитинги. И на водоблоке, и на... Это радиатор называется. То есть, трубы можно было поменять. Но у меня возник резонный вопрос, зачем это делать? Да, есть небольшое отверстие на водоблоке, для того, чтобы можно было выпустить отсюда воздух. Это хорошо. Но через это крохотное отверстие я сомневаюсь, что кто-то будет сливать и доливать сюда жидкость. Ну, да, кстати, это одно из предназначений этого отверстия. Долить буквально 2 мм жидкости за несколько лет использования. 2 мл. А здесь жидкости суммарно довольно много. Так вот, что здесь поменялось. Точнее, ну как поменялось. Эта водянка выпускалась тогда же, когда вышла в продажу 280-мм. Но почему-то в 280-мм, в более дорогой, такой штуки нет, а здесь оказалось. Вы видите? Вы видите? Вот это вот свободно откручивается. И вы просто выливаете жидкость, которая находится внутри, очень быстро. Доливаете сюда тоже очень быстро. Всю жидкость. Абсолютно всю. То есть, реально, при желании, из вот этого вот всего можно прикрутить еще и водянку на видеокарту, и у вас это будет один-единственный такой здоровенный контур охлаждения. Для меня эта фишка очень-очень классная. Такого практически невозможно сделать с большой водянкой на 280-мм. Ну, ладно, можно. Но это сложнее, это геморрнее, потому что жидкость будет выливаться дольше, заливаться будет тоже дольше. Не факт, что она нормально зальется, потому что там всего лишь одно отверстие. А здесь сразу два отверстия. Ну, я поражен, Биг Вайт. Вы молодцы, конечно, но надо было такое сделать и в топовых своих водянках. Контактная площадка никелирована, хотя сама она медная. Она отлично отполирована, прямо до зеркального блеска и можно смотреть прямо как в зеркало. Все видно. Но есть один недостаток в том, что легко остаются царапины и подертости на этой полировке, за счет чего микроскопически, но все-таки ухудшается теплопередача. Вы на самом деле разницы в цифрах не увидите никакой, но факт есть факт. Царапины остаются и теряется товарный вид. Есть еще один плюс у этой площадки в том, что она выпукла и это сделано специально. То есть по центру есть легкий холм, который глазами практически незаметен. Видно только, когда вы смотрите как в зеркало в контактную площадку. В общем, зачем этот холм? Очень просто. Он не допускает воздушных пузырей, когда вы прижимаете водянку к вашему процессору. И он выталкивает ненужную термопасту от центра процессора, откуда как раз и нужно забирать тепло. Закончим тему с водоблоком. Помпа крутится на оборотах 2200 оборотов в минуту и она не понижает своих оборотов. То есть подключаете вы ее трехконтактным разъемом, не четырехконтактным. И вращение помпы регулируется очень слабо, прям безумно слабо. Мое мнение, можно было бы даже в комплект положить какой-нибудь реобаз для того, чтобы опустить обороты помпы. И чтобы была ну совсем уже гробовая тишина. Идем к радиатору. Радиатор полностью и целиком медный. Медное здесь вообще все. Вообще все медное. Соты, вот это, вот это. Любая часть здесь медная и это классно. Правда покрашено все в черный цвет, кроме сот. Если смотреть на соты, ну если снять конечно вентиляторы, то прям видно какой-то цвет ржавчины. Я уже говорил в обзоре 280 мм водянки, что я подумал, что на ней ржавчина. Но нет, это не ржавчина. Это просто специально не до конца окрашенная медь. Для того, чтобы вы видели, что это медь. Для того, чтобы вы чувствовали, что это медь. Чтобы вы понимали, что это медь. Чтобы вы понимали, что вы платите, что это медь. У теплообменника есть особенность. Он не однослотовый тонкий, а двухслотовый и толстый. Кто видел обзор NZXT S340 Elite, те знают, что эту водянку невозможно поставить на переднюю стенку. И это как раз вопрос, который я сейчас хочу поднять. Внимательно подбирайте корпус под эту водянку. Ну, либо наоборот, водянку под ваш корпус. Потому что эта водянка очень толстая. Сам радиатор здесь толщиной порядка 4 см. Если вместе с вентиляторами, то толщина получается 9 см 7 мм. То есть почти 10 см все это толщиной. Повторюсь, внимательно подбирайте корпус под это. Вентиляторы здесь Silent Wings 2. И называются они так просто, потому что у них крыльчатка, как у Silent Wings 2. Я зашел на сайт производителя и специально сверил информацию. Оказывается, вентиляторы, которые стоят здесь, это не такие Silent Wings 2, как они продают отдельно. Если вы купите вентиляторы отдельно, те же самые Silent Wings 2, не знаю, сколько раз я за обзор назову это название, то те вентиляторы будут с оборотами до 1200 оборотов в минуту. Эти вентиляторы имеют обороты 2000 оборотов в минуту. И такие вентиляторы вы просто так в магазине не купите. Они идут только в комплекте. И вот главный недостаток этой же водянки. Здесь два вентилятора. Мало того, что два вентилятора, так получается суммарно слишком много производится шума на квадратный сантиметр. Много вибраций. Из-за чего сама водянка вот именно вот в этой вот части получается шумной. Мне кажется, что проблема не так в вентиляторах, потому что точно такие же вентиляторы стоят в 280-мм водянке. Мне кажется, большая проблема в том, что они стоят друг за другом и создается очень много воздушных завихрений, из-за которых как раз и возникает шум. А оно реально шумное, блин. Блин, ну big white, вы же big white, вы же должны быть тихими. У вас все тихое, но вот это вот единственный девайс, который ко мне приехал, и он реально не тихий. Ну, то есть, оно подключается все четырехпиновыми разъемами. Можно, конечно, опустить обороты вентиляторов, но в таком случае охлаждать будет немного хуже. А если поставить эту водянку на какой-нибудь 7700K с плохой термопастой под крышкой, еще и разогнать этот процессор, то водянка будет горячей. Ну как, температуры будут, в принципе, терпимыми, порядка, я думаю, 80 градусов. Но это я все говорю просто вот тыкая пальцем в небо, потому что эту водянку я гонял с шестиядерником 5820K. Это шестиядерник от Intel с частотой на 3,3 ГГц. Так вот температуры. Вы простое, у меня получилось 35 градусов. В играх, во всех играх, вот реально, я несколько часов играл по-жесткому на максимальных настройках, и у меня получилось 59 градусов. Когда я запустил AIDA64 со всеми настройками стресс-теста, у меня получилось 70 градусов. И это шестиядерник с такой небольшой водянкой. То есть в целом можно прикинуть, что температуры у 7700K будут такие же, как и с моим шестиядерником. То есть вменяемые. Но если вы сделаете разгон, а все мы знаем, что при разгоне температура поднимается нелинейно, то мне кажется, водянка уже будет просто вот впритык справляться. И будет вот, вот, как это, она, она будет, короче, ей будет тяжело. В общем, водянка мне понравилась, и единственное, что я в ней улучшил бы, так это сделал бы обороты вентиляторов все-таки поменьше. Просто для того, чтобы она шумела меньше. Но те, кто хотят ее купить, а она очень привлекательная по цене, вы можете уменьшить обороты вентиляторов просто через биос. То есть вы ее подключаете к себе в комп, включаете компьютер, запускаете биос и опускаете обороты вентиляторов. Все. И у вас получается идеальная система жидкостного охлаждения, которая охладит любой Core i5, либо любой Core i7, который не будете разгонять. А я знаю, все, кто покупает 7700K, все, кто покупает 7600K, они практически не разгоняют свои процессоры и вспоминают об этом только через 4 года после покупки, когда собираются покупать новый комп. Так что, ребята, все, кто думает купить огромную водянку, не делайте ошибок и не переплачивайте в 2 раза. Купите просто водянку поменьше, вам ее хватит, температуры будут хорошие. И сама водянка хорошая. Узнать цену можно по красивой аннотации с левой от меня, плюс ссылка есть в описании. Меня зовут Просто Руди, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки. Мы с вами увидимся в следующих наших видео. Тут мне... Убери свою руку. Короче, пока, пусть не лезут всякие. Опа, хорошая водяночка. Возьму себе охлаждать тр... Все сейчас не исчезает. СПОСОБО,unächst. СПОСОБО, пусть, кто Pyцией. СПОСОБО, зай Talent.